Привет друзья, ставим лайки и поехали! Таканобу Нисимото открыл необычный бизнес. В 2012 году 50-летний стилист запустил онлайн-сервис «Аренда осанов» прямо из своего дома в Токио. Осанами в Японии снисходительно называют «дядей», то есть любых мужчин среднего возраста. Всего за 1000 йен, то есть почти 9 долларов в час, любой желающий может заказать себе дядю, чтобы поплакаться ему в жилетку, поручить уборку дома или попросить совета. По словам Нисимото, в Японии распространен довольно потешный стереотип мужчины средних лет – залысины, пивной животик, отсутствие личной гигиены. Именно для борьбы с этими стереотипами он и запустил свой уникальный сервис. Сначала я думал, что основными клиентами будут молодые мужчины, ищущие совета, но услуга оказалась особенно востребованной у женщин от 20 до 50 с лишним лет, говорит Нисимото. Запросы у них разные – одним нужен совет в профессиональной или любовной сфере, другим – просто сопровождающий на концертах и в барах. Осаны также помогают клиенткам двигать мебель и изображают бойфрендов, чтобы отпугнуть потенциальных приставал. Нисимото гарантирует клиентам полную безопасность. Он проверяет всех потенциальных сотрудников, отсеивая «слишком говорливых». Эта черта не нравится многим клиентам. Также он обязательно проверяет их на предмет судимости. Осанам запрещено прикасаться к клиенткам и вступать в какие-либо физические отношения. Нарушители тут же исключают из базы данных на сайте. Осаны оставляют полученные деньги себе, но Нисимото взимает с них 80 долларов в месяц в качестве членских взносов, чтобы в базу не попадали люди с сомнительными намерениями. Кроме того, они обязательно подписывают с ним годовой контракт. Нисимото считает, что у зрелых мужчин есть богатый опыт, которым они могут поделиться с другими и что из них получаются отличные помощники. Сейчас на сайт поступает около 900 заказов в месяц, а самые популярные осаны берут по 50-60 заказов, зарабатывая почти 900 долларов. У Нисимото работает почти 80 осанов, хотя начинал он один. Причем популярность сервиса неизбежно привела к появлению имитаторов. Сегодня в Японии уже минимум три других сайта предлагают аналогичные услуги. Нисимото говорит, что аренда осанов полезна для обеих сторон. Сами осаны тоже развиваются в этой роли. Они становятся более уверены в себе, улучшают свой имидж и просто учатся у других людей. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.